Между тем, первичное жилье с начала года подорожало на 5,5%, а вторичное на 12%. По данным агентства по защите и развитию конкуренции, влияние на рынок оказывают последние меры, принятые руководством страны. Ведомстве заверяют, что следят за ценами. Если говорить о ценовой ситуации на рынке жилья, то на сегодняшний день она, естественно, нестабильная, отличается волатильностью. Рост цен на первичное жилье за январь-апрель 2021 года составил 5,5%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то он составлял всего лишь 1,5%. На вторичное жилье еще больше рост идет в этом году, 12,3%. За аналогичный период рост составил 2,2%. Все временем в Союзе строителей страны выражают обеспокоенность за увеличение числа компаний-банкротов, заключивших договоры госжилья. Его дорожание идет по сравнению с прошлым годом, на самом деле, ужасающе. И большая проблема в том, что сегодня все строительные компании, которые участвовали в госпрограммах, они изначально для того, чтобы выиграть конкурс, 10% уже дали скидки. Это 8% прибыли, которая заложена в смете, они уже отдали. И сегодня те проекты, которые просчитаны в 2018 году, они уже в 2020 году до утрожания, они уже не были актуальны. Сегодня в 2021 году, в конце 2020-2021 году утрожание произошло, они уже в убытке, они потенциально сегодня банкроты.